Хочешь участвовать в розыгрыше крутых наушников Sennheiser GameZero Black за 16 тысяч рублей? Купи любой товар стоимостью от 1 рубля на площадке Goods.ru по ссылке в описании. И ты автоматически станешь участником розыгрыша. Goods.ru – очень удобная и комфортная площадка для покупки самых разных гаджетов и компьютерных комплектующих. Всем привет, ребятки, с вами Джов, и я сегодня к вам с новыми интересными новостями. Тут на днях Антон Банков дал обширное и интересное интервью, в котором поделился очень многими подробностями касательно будущего нашей игры. Рассказал, что будет делаться, какие будут дальше патчи идти, что там будет изменяться и так далее. Всеми этими интересными новостями я сегодня с вами и хочу поделиться. Итак, поехали. Антон сообщил, что помимо китайской ветки ПТСАУ, в разной степени готовности у них есть и артиллерия Китая. Но появится она или нет – это еще большой вопрос. Лично от себя, ребятки, хочу добавить, что не нужно нам больше артиллерии в игре, тем более китайской. Все равно там ничего интересного нового нет, и это просто новая попоболь для игроков. Также Антон сказал, что девятый уровень прем Китая, ВЗ-120ГФТ, выйдет только в Китае, и это будет очередной уникальный экспонат. На всех остальных регионах стоит ожидать другую прем ПТСАУ, это будет восьмой уровень ВЗ-120-1ГФТ. Панков еще сообщил, что от китайского оператора Конгжон, который занимается в Довттэнкс на территории Китая, приходит много запросов. Уникальные танки, экипажи, карта границы империи. И это только верхушка айсберга. По китайцам приходится много всего делать по борьбе с ботами, со спамом в чате, который там регулируется на правительственном уровне. По поводу многострадальной вафли Е100, Панков ответил следующее, что как према на остальных регионах, кроме как Китая, типа не за очень дорого, например там за 80 или 100 долларов, продавать этот танк не планируется. Эти деньги не стоят того количества негатива, по мнению Антона, который польется и на разработчиков, и на владельцев этого танка. И дело даже не вафли, по его словам. Машина 10 уровня прем, это уже типа совсем за гранью и неадекватно. Но при этом Антон сказал, что вот многие пишут, что мол откатали 20 кабаев и типа разрешите мне купить прем какого-нибудь там 9-10 уровня. И Антон сказал, что у них есть мысли на эту тему, и они пока что касаются премов 9 уровня. Но это не ближайшая перспектива, и с высокой долей вероятности она вообще не дойдет до реализации. Разработчики не очень хотят вводить в игру такие вот вещи. По поводу замены FVD-15B, Панков сказал следующее, что только сейчас у нас дошли руки до замены FVD-15B на Super Conqueror. Идея по поводу замены принадлежит Даниилу Муразору. Целиком и полностью это он ее автор. По поводу будущих замен, Панков сказал следующее. Замен запланировано достаточно много, возможно не только на 10 уровнях. Но пока мы целимся только на 10. Это позволило бы решить большое количество проблем. По советской ветке тоже у разработчиков есть планы и мысли. Если ИС-4, тот самый ребятки ИС-4, который сейчас на 10 уровне по мнению многих страдает. Если ИС-4 будет перемещен или заменен, мы оставим его в ангарах. То есть ребятки разработчики говорят о том, что если ИС-4 они куда-то там передвинут, например на 9 уровень, то понятное дело он будет у игроков. А если ИС-4 просто выведут из ветки прокачки, то он станет акционной машиной, как ФОЧ-155 или как ФВ-ДС-15Б. По словам разработчиков, от этого никому плохо не будет. Главное найти достойную машину. Возможно достойная замена это будет СТ-2 с двумя стволами. Для этого есть несколько технических нюансов. Изменения будут именно по тяжелым танкам. Лайфхак, тут уже Антон добавляет. Можно уже потихоньку начинать качать ветку ИС-4. То есть друзья, разработчик Антон Панков говорит о том, что ИС-4 будет меняться уже наверное в ближайших патчах. Так что потихонечку вы можете там уже в течение ближайших 3-4 месяцев начинать прокачивать ИС-4. Чтобы он у вас заранее был, потому что скоро его или переместят на 9 уровень и будет новая десятка. Или вообще его просто выведут из ветки прокачки, он станет акционным. В любом случае, чтобы быть готовым, четверка у вас должна быть в ангаре. Так что качайте. Как вы помните, друзья, про СТ-2 с двумя стволами я вам рассказывал в своем отдельном видео еще где-то полгода назад. Скорее всего именно вот это решение разработчики выберут. И конечно это будет очень интересно. Я вот, я этого лично, честно скажу, очень жду. Потому что советский тяжелый танк 10 уровня с двумя стволами, ну блин, это просто дабл пенетрейшн какой-то. Как сказала бы Саша Грей. По поводу китайского нового ТТ 10 уровня Панков сказал следующее. Субъективно мое мнение, особенно на фоне ВЗ-111 модель 5А, что ИС-7 чувствует себя так себе. Будем смотреть, возможно еще апнем. Как практика показала с Маусом, это правило работает в одну и другую сторону. И тут может сработать так же. Так что, ребятки, разработчики говорят о том, что они еще посмотрят статистику по ИС-7. Если ИС-7 будет проигрывать каким-то своим аналогом там из китайской ветки, таким как модель 5А, то, возможно, разработчики еще апнут. Я, честно говоря, буду этому только рад. Считаю, что динамики должно быть у семерки поболее. Следующий патч, по словам Антона Панкова, официально будет называться 9.20.1. Так что, друзья, готовьтесь. Я думаю, он будет уже, наверное, где-то в ноябре, декабре, где-то вот в таких числах. А может быть даже и раньше. Также Панков сказал, что анонсировать следующее обновление пока что рано. Но до февраля-апреля 2018 года патчи будут большие балансные. Как с заменами отдельных машин, так и с балансом стареньких машин. Вот это, ребятки, хорошие новости, потому что очень многие танки в нашей игре требуют доработки, допиливания, перебалансирования. Это касается очень многих кактусов, вы это и сами знаете без меня. Вот, так что будем ждать, будем смотреть и посмотрим, какие разработчики будут танки менять, а какие просто апать. Еще Панков сказал очень интересную вещь. Еще в патче 9.20 на супертесте мы хотели поставить эксперимент по КВ-5, но у нас возникли определенные трудности. Все-таки трогать льготные премы придется так или иначе. И при любом раскладе там будет очень много недовольных. Решение пока не выбрано, мы хотим потестить все варианты. Есть вариант с балансировщиком, но мы все понимаем, что очередное исключение породит аномалии и отразится в дальнейшем. Есть вариант перебалансировать и забрать льготный уровень боев, ибо сейчас этот самый уровень играет скорее вниз, чем в плюс. Есть вариант отдельные машины вывести, выкупить и что-то компенсировать. Но это все набор рабочих гипотез. Лично я склоняюсь, говорит Антон, к тому, что правильнее было бы убрать уровень боев и отбалансить их под текущие реалии. На мой взгляд, это было бы правильно. К чему придем? Посмотрим, говорит Антон Панков. Ну, друзья, если говорить про меня, я лично считаю, что для таких танков, как Гусь, КВ-5 и ИС-6, есть два правильных выхода. Первый, это, как говорил Панков, реально забрать у них льготный уровень боев и просто их апнуть, и сделать их нормальными восьмерками с хорошим пробитием там, с хорошей альфой и так далее. Или же, другой вариант, просто их перевести на уровень ниже. С небольшой подрезкой ХП, с подрезкой, возможно, динамики или там альфы или чего-то еще, но пусть ИС-6, Гуси, КВ-5 будут семерками, а не восьмерками. Тогда это тоже избавит от многих проблем. Вот фарм пусть у них останется такой же примерно, да, там, ну или чуть-чуть хуже. Но при этом игроки получат кайф в том плане, что геймплей будет совершенно другой. И на том же седьмом уровне КВ-5 себя сможет очень хорошо показывать. Но, возможно, это не понравится тем, кто покупал премиумную восьмерку, а ему дадут семерку. Тоже, согласитесь, аргумент. Поэтому, наверное, все-таки самое здравое, как и сказал Панков, это просто убрать вообще в целом льготный уровень боев, как неактуальный, и апнуть все танки до полноценных восьмерок. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. По поводу официальных модов от ВГ Панков сказал следующее. На текущий момент работы по мод-порталу ведутся. Работы по закрытию клиента идут достаточно медленно, мы пытаемся интегрировать внешние решения. При этом есть трудности интеграции. Но работу в этом направлении мы продолжаем. Это достаточно длительный период. То есть, ребятки, речь о том, что когда-нибудь разработчики просто нивелируют все мод-паки, и их необходимость тем, что все моды можно будет ставить прямо из клиента. Я считаю, это хорошо, удобно, вот, и не надо будет париться. Также Панков сказал, что сейчас разработчики не готовы закрыть некий игроков, тех игроков, которым повышенное внимание в рендоме мешает нормально играть. Поэтому вопросу никакой активной работы не ведется вообще. Однако мы эту идею не отпускаем, надо просто будет ее правильно и качественно реализовать. Но тут, ребятки, я надеюсь, что разработчики такие-то сделают, потому что... Блин, ну, лично мне, конечно, когда я вот захожу на свою основу, играть весьма и весьма сложно. Я думаю, разные там чуваки из Na'Vi, точнее из Red Rush уже, там, из Tornado и так далее со мной согласятся, что фокусит бывает очень жестко. Ну и, ребятки, самое интересное. По поводу общего чата. Вот я лично, ребятки, голосую за возврат общего чатика очень-очень активно. Блин, без него танки уже не те, что были когда-то. Иногда очень хочется пообщаться со своими противниками, тем более это всегда так забавно происходит. Так вот, разработчики сказали, что мы до сих пор бодаемся внутри себя. Может включить общий чат, а может и не надо. Вопрос остается открытым. Есть как сторонники этого, так и противники. В общем, ребят, давайте проголосуем. Вот если под этим видео, я думаю, наберется там 20-30 тысяч лайков, Разработчики, может быть, обратят свое внимание на то, что нужно, нужно вернуть общий чат. Хотя бы галочкой. Пусть, пусть это будет жесткая такая галочка с огромными предупреждениями, там, варнингами и так далее в настройках. Ну пусть она будет. Я за возврат общего чата. Дайте пообщаться с врагами. Дайте немножечко научить их культуре речи. Друзья, жмите лайк под этому видео, если вы со мной согласны. Пусть наберется 20 тысяч лайков и разработчики это увидят. А насчет, друзья, некоторых неспортивных действий, Банков сказал следующее, что с подпиралами вообще ничего, в принципе, нельзя сделать. Это грустно. Они реально иногда выбешивают. Вот такие вот, в принципе, у нас, друзья, на сегодня новости. Конечно, самое главное, это то, что, скорее всего, льготные премтанки из нашей игры пропадут. КВ-5, ИС-6 и какой-нибудь там гусь станут полноценными восьмерками. И это, в принципе, хорошо. Также, ребятки, еще главная новость, то, что ИС-7 пока не понятно, что с ним будут делать разработчики. Возможно, они еще в будущем его еще раз апнут. Потому что сейчас на фоне модель 5А, по мнению некоторых, он смотрится не очень. Ну и, конечно же, друзья, качайте ИС-4. У вас есть где-то еще, наверное, 3-4 месяца, чтобы прокачать четверку, потому что скоро ее будут менять. Или переводить на 9 уровень, или вообще выводить нафиг из игры. В любом случае, нас ждут большие изменения по ветке тяжелых советских танков. Так что будьте готовы. Ну и под конец, ребятки, вот какая поступила информация. Наши польские друзья предполагают, что уже на этой неделе на выставке в Кельне на Gamescom Wargaming покажут итальянские танки, которые выйдут в релиз в 2018 году. Это будут средние танки с аналогом Леопарда 1 в топе. Еще должны, конечно, представить и ПТ-САУ итальянской ветке. Вы, наверное, зададитесь вопросом, а почему именно итальянское дерево будет показано в этом году на Gamescom, а не польское? Скорее всего, разработчиками было просто найдено достаточно материалов по итальянцам, плюс Wargaming не хватило времени, чтобы завершить польское дерево до этого момента. Вы, наверное, зададитесь вопросом, а почему именно итальянские танки, а не польские, например? Ведь польский прям уже один есть в игре. Скорее всего, друзья, просто по итальянцам удалось Wargaming найти достаточно материала, а по полякам до сих пор его очень и очень мало. Вот такие вот пироги. А на этом у меня все. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok